Вновь я приветствую всех, кто нас смотрит и слушает. Дорогие друзья, давайте поговорим сегодня о лунном затмении 5 июня 2020 года. Ведь суть по некоторым признакам, именно после него по всем мире начнутся самые серьезные испытания, аналогов которым до сих пор еще не было в нашей истории. Издревле человечество относилось к затмениям весьма осторожно, а иногда и с суеверным страхом, предчувствуя в них ужасные предзнаменования последних времен нашего мира. Возникло даже мифологическое представление о некоем небесном драконе, пожирающем то солнце, то луну. Ну а точки небесной орбиты, вблизи которых всегда происходит затмение, так называемые лунные узлы, были даже названы головой и хвостом дракона. Одним словом, детские стишки Корнея Чуковского о крокодиле, который наш солнце проглотил, имеют древнюю предысторию. Мы же, как люди современные, прекрасно понимаем, что затмения – это вполне естественные природные явления, ввиду близости видимых диаметров солнца и луны. Поскольку затмения весьма предсказуемы и неизбежны, астрологи давно уже заметили, что с ними связаны события фатального характера. Нынешний 2020 год отмечен шестью затмениями, что гораздо выше среднестатистической нормы. То, что этот год оказался весьма тяжелым, теперь уже заметно всем, но пока еще немногие из нас соотносят реальные события земного плана с небесными явлениями, а зря. В частности, в 1917 году, когда Россия вступила в полосу страшных испытаний, связанных с революциями и гражданской войной, наблюдала целых семь затмений, что бывает очень и очень редко. Следуя этой логике, 2020 год с его шестью затмениями – не исключительный, но также крайне напряженный год. Ведь то же самое было и в 1991 году, когда распался Советский Союз и наступили лихие 90-е. А значит, именно в ближайшие два месяца нас ждут знаменательные события, которые могут предопределить всю трагическую эпоху будущих перемен в мире. Прежде всего, необходимо отметить, что лунное затмение 5 июня 2020 года является предтечей кольцевого солнечного затмения 21 июня и еще одного лунного затмения, который наступит 5 июля. То есть, этим летом мы имеем целую связку из трех затмений. По сути, это будет весьма насыщенное время, когда будут происходить события, на которые впоследствии невозможно будет повлиять. Время между двумя затмениями в астрологии условно называется коридором затмений, и оно считается исключительно важным и даже судьбоносным временем. Я много раз упоминал в своих книгах, что коридор затмений – это период времени, связанный с фатальными событиями. В них, как правило, почти нет места случайности. Ведь любые происшествия, встречи, знакомства, решения – все происходит совсем даже неспроста. Это либо дары небесных сил, либо уроки судьбы, которые нужно пройти. Поэтому внимательно наблюдайте за происходящим, ведь это же так интересно – понять, к чему призывает нас судьба. Помимо фатальности, коридоры затмений связаны также со всплеском неконтролируемых эмоций и спонтанных решений. Так, в период лунного затмения, который как раз и начнется в даты, близкие к 5 июня, резко повышается эмоциональная активность людей, а значит, их легко будет спровоцировать на скандалы и даже поднять на бунт, а также вызвать вспышки агрессии и панического страха. В это время возрастает число психических расстройств и нервных срывов. Вблизи каждого затмения я настоятельно советую вам не принимать необдуманных решений и стараться следовать поговорке «семь раз отмерь, а один отрежь». Дела, начатые в этот период, могут оказаться для нас неподъемными, причем скорректировать их последствия будет практически невозможно. Но если есть нечто, в чем вы абсолютно уверены и считаете делом чуть ли не всей вашей жизни, то можете смело приступать к его осуществлению, но только с оговоркой, что вы действительно готовы нести за него серьезную ответственность. Ведь почти все, что происходит в затмении, это действительно может быть всерьез и надолго. Влияние нынешнего затмения Луны, согласно астрологической традиции, будет распространяться до 21 июня, то есть продлится не более двух недель. Из трехлетних затмений самым старым является как раз первое лунное затмение 5 июня, которое родилось в 830 году и вскоре завершит свой цикл существования. Оно несет в себе тяжелую игру с предыдущих событий, которые могут повториться в скором времени. Тем более, что нынешнее затмение происходит вблизи так называемого заходящего лунного узла или хвоста дракона. Воскрешение призраков прошлого. Исходя из этого, в данное время необходимо завершать начатые ранее тела, а также решать старые и наболевшие вопросы. Частичное или полутеневое лунное затмение 5 июня 2020 года наступает в созвездии Змееносца, а в проекции на Зодиак в знаке Стрельца в 22 часа 24 минуты московского времени. Все его фазы будут видны невооруженным глазом на большей части Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. А вот в западном полушарии наблюдать затмение не удастся. Это лунное затмение в проекции на Зодиак попадает в 16-й градус Стрельца, символически связанный с разнутым авторитетом, нереализованными способностями и талантами, а также с разбросанностью в делах, ошибками и огорчениями. Его символический образ, пустая помостка, указывает на весьма посредственные возможности и бесплодные усилия властимущих. Также это является указанием на системные ошибки, допущенные властью, и фатальные последствия необдуманных решений, принятых в это время. Затмение 5 июня происходит в знаке Стрельца, которым по традиции управляет Юпитер, а он сам в это время находится в ретрофазе и в Козероге, то есть в знаке собственного падения. Исходя из этого, можно предположить, что бурное проявление народного гнева очень маловероятно, хотя глухое недовольство непопулярными мерами властей будет предсказуемо накапливаться. Но в некоторых странах с жесткой системой правления могут произойти даже массовые протесты и демонстрации, не исключены и столкновения протестующих с защитниками правопорядка. И тут уж, либо народ добьется от властных структур изменения к лучшему, но, скорее всего, власть сделает все возможное для подавления любого протестного движения. На воинственность данного затмения также указывает и так называемый Тау-Квадрат, косе этого затмения, а именно от Марса в Рыбах, активность которого будет проявляться не явно, а тайно, причем с использованием скрытых методов силового воздействия. Значит, мы с вами можем предположить, что участники уличных протестов, скорее всего, попадут в объективы видеокамер, после чего могут последовать их аресты или штрафы. Тем более, что эта практика была успешно отработана в некоторых странах, в том числе и на постсоветском пространстве, и есть все предпосылки к тому, что она будет и впредь успешно применяться. Не исключены также и проявления религиозного фанатизма, особенно со стороны неадекватных лиц или экстремистских организаций, поскольку Марс находится в соединении с Нептуном. Да и положение так называемой Черной Лны в Овне тоже вносит в свою лепту весьма критический сценарий грядущих событий, который вполне может обернуться ростом насилия и кровопролития. А соединение Черной Лны с Хероном может оправдать в глазах власти любое беззаконие и даже войну. Правда, в настоящее время нам пока не стоит опасаться трагических происшествий подобного рода, ведь время для их реализации еще не наступило. Но вполне вероятно, что именно летом нынешнего года могут сложиться весьма благоприятные условия для организации тайного заговора, который через несколько месяцев имеет все шансы для своего воплощения, причем в условиях накопившегося недовольства народа. Я предполагаю, что вскоре после включения коридора затмений мы можем увидеть неожиданный стихийный протест некоторых групп народа, накопившего в себе за последние два месяца огромный отрицательный потенциал. Одновременно с этим на небе выстроится конфигурация секира, с вершиной на так называемой Белой Луне, которая может указать нам, пусть и через испытания, на возможность выбора праведного пути. А чем же порадуют нынешние затмения властимущих? Правители, политики и идеологи, борющиеся в это время за электорат, в лучшем случае могут встать на путь перемен и действительно предложить миру серьезные реформы. Но, скорее всего, они станут цепляться за старую, изжившую себя систему власти и в конечном счете рубить сук, на котором сидят. Ведь данные события, как правило, носят действительно необратимый характер. Само же затмение 5 июня вместе с так называемой осью лунных узлов проявляется в знаках стрельца и близнецов, усиливая тем самым роль информационных потоков в мире. Все это говорит о сильном эмоциональном потрясении, которое испытают люди, ведь потоки шокирующей информации выльются на них, как ушат на голову. В такой ситуации средства массовой информации будут иметь гораздо большее психологическое воздействие на наше сознание, чем это было раньше. И этим могут, к огромному сожалению, воспользоваться многие мировые политики и идеологи. Что же касается экстремальных ситуаций, то их в большей степени следует ожидать от стихии огня. Речь идет о всевозможных возгораниях, поджогах, пожарах и взрывах. Однако опасность может также, хотя и в меньшей степени, исходить и от воды. Например, штормы, цунами, подбольные взрывы и землетрясения и проблемы на водном транспорте. Все это провоцирует также и соединение Марса с Нептуном в рыбах, находящееся в дурном аспекте коси затмения. Прошу вас обратить особое внимание на возможность утечки газа из-за неисправности газопроводов и опасности неожиданных взрывов по этой причине. Хочу вас также предупредить, что в орбисе лунного затмения, которое проявляется в данном случае с участием Венеры в разрушительном градусе Близнецов, на бытовом плане не исключен разбул воровства и рост числа краж. А критическое соединение Марса с Нептуном может усугубить неадекватные состояния людей, склонных к наркомании, а значит и повысить риск преступлений на этой почве. Ну а теперь давайте поговорим о прогнозе для всех типичных представителей зодиакального круга. На весь двухнедельный период влияние лунного затмения 5 июня. Необходимо отметить, что наибольшую опасность данное затмение таит в себе для типичных представителей зодиакальных знаков так называемого подвижного креста, а именно для стрельцов, близнецов, рыб и дев. Именно они и окажутся самым непосредственным образом вовлечены в водоворот событий, который может принести им фатальные последствия. Типичным представителям именно этих знаков не стоит в период затмения приниматься за что-то серьезное, что могло бы негативно повлиять на их будущее. Далее, по степени подверженности влиянию лунного затмения 5 июня следуют типичные представители так называемого кардинального креста, а именно овны, раки, весы и козероги. Они вряд ли могут принимать активное участие в бурных событиях, основными участниками которых окажутся совсем другие люди. Однако их самих можно зацепить рикошетом, поэтому им вовсе не стоит ослаблять контроль за ситуациями и расслабляться, а следует соблюдать все меры предосторожности, в том числе и в отношении своего драгоценного здоровья. К счастью, нынешнее лунное затмение не очень существенно затронет типичных представителей так называемых неподвижных знаков, а именно тельца, льва, скорпиона и водолея. Им всем следует просто сохранять рассудительность и здравомыслие, а также придерживаться разумных мер безопасности. Дорогие друзья, я желаю всем нам благополучно пережить период испытаний, который, увы, пока еще не заканчивается. А потому во время символического коридора затмений я призываю вас всех очень серьезно и ответственно отнестись ко всему, что происходит с нами и вокруг нас. Ну а если вы хотите стать профессиональным астрологом, то приходите учиться в мой институт. А всю необходимую информацию вы можете прочитать на моем единственном официальном сайте лобоинститут.ру Всего вам самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok